Всех представителей знака Зодиака Рак, я рада приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в данном видео хочу вам представить Тараскоп на сентябрь 2018 года. Работать мы будем сегодня с колодой Таро Законопритяжения. Колода по-своему специфична, так как отключается от классики не только с позиции визуального ряда, но и с позиции трактовок. Колода это оракульного типа. По традиции расклад нам с вами покажет общую атмосферу месяца, события, которые наиболее вероятно произойдут у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни и карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно или продуктивно провести этот месяц. Напоминаю, что расклад выполняется для широкой аудитории, он не может однозначно проиграться для всех представителей знака Зодиака Рак. Поэтому многим из вас необходимо смотреть Тараскоп не только по знаку Зодиака, но и по знаку своего асцендента. Как его высчитать, вам в этом поможет Google. Вы вбиваете программу для расчета асцендента и все свои данные, которые там будут перечислены. Ну а теперь давайте смотреть ваш Тараскоп на сентябрь месяц. Итак, общая атмосфера месяца, события, которые наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Здесь у вас падает рыцарь кубков. Карта партнерства, деловых соглашений, примирения, восстановления, связи, общения. Для представительниц прекрасной половины человечества это часто карта отыгрывается как предложение. Не обязательно руки и сердце, но предложение вступить в отношения, либо приглашение к сожительству, либо в целом. Ну, это карта партнерских отношений. То есть, знаете, предложение состоять в паре, заключить союз. Безусловно, эта карта может отыграться во всех сферах жизни, как и в финансах, в работе, может быть даже и по здоровью. Но эту атмосферу мы будем просматривать детально по всем сферам вашей жизни. Все-таки где же она наиболее у вас отыграется. Итак, в плане работы. В плане работы что могу вам сказать? Посмотрите, вот уже замес теста произошел, да? Как говорит карта, куй железо, пока горячо. То есть, работа кипит, и вам нельзя останавливаться на достигнутом. Потому что если вы сейчас бросите свое дело на полпути, то потом оно уже не будет иметь результата. То есть, если вы занялись приготовлением чего-либо, изготовлением, да, либо поставили себе задачу, доводите ее до конца. В целом, эта карта говорит о том, что быстрый рост вашего дела. Работа кипит, вот тесто подходит, да, новые перспективы, новые результаты. Вы являетесь виновницей, да, этого торжества. То есть, сами заварили, замесили эту кашу. И для вас ситуация благоволит. То есть, вам нельзя опускать руки. Если на текущий момент вы безработный, у вас есть все шансы трудоустроиться. И если на текущий момент вы наемный работник. Это карта для продвижения новой должности, новых перспектив. Если у вас все-таки свой бизнес, вы понимаете, что развитие вашего дела зависит только от приложенных вами усилий. И здесь у вас просто, знаете, вы будете работать до седьмого пота. Ну, потому что, понимаете, что время пришло. И нужно выкладываться по полной. Что вас ожидает в плане финансов? Ну, вот видите, как у вас отыгрывается. Карта тяжелого труда. Семерка жезлов. Но, скорее всего, оправданного. Давайте все-таки мы уточним. Они у вас прям, видите, в контексте идут, в совокупности. Давайте же посмотрим все-таки, что же в плане финансов. В плане финансов, смотрите, по карте жрица. Как говорит Аркан, прислушивайте свою интуицию, так как сама по себе карта не является картой финансов. Она вам только обещает перспективы. Но, благодаря вашему упорному труду, вы все-таки достигнетесь финансовой стабильности, успеха, процветания, либо вложения в новые проекты. Почему? Потому что, вот здесь, видите, жрица расположена на такой, как шахматной доске. То есть, вы понимаете, что есть новые предложения, новый способ заработка, куда можно инвестировать и впоследствии хорошо на этом заработать. Но, поскольку жрица – это ситуация тайная, да, вы не разглашаете эту информацию. Это раз. И, во-вторых, вы четко следуете своей интуиции. Кстати, для многих здесь может еще идти как заработок средств через практику, ну, практическую эзотерику, да. То есть, вы можете быть тарологом, магом, целителем, биоэнергетом. Для вас это тяжелый труд, но, поверьте, оправданный. То есть, это не только для вас укрепит вашу позицию, ваш авторитет, но и поможет достичь вам какого-то нового уровня. Как в плане становления себя как практика, так и с позиции процветания. Давайте смотреть, что вас ждет в плане здоровья. Сила. Ну, я думаю, тут и озвучивать излишне. Сила – карта прекрасного здоровья, самочувствия, эмоциональной и физической гармонии. Когда вы на подъеме, понимаете, у вас есть силы для того, чтобы творить, вершить, созерцать и все это воплощать в жизнь. Потому что по силе, да, могут здесь, конечно, быть для многих гормональные всплески, которые отыграться на вашем либидо, на вашей сексуальной тяге к партнеру, да. Там может быть повышенный всплеск вашей сексуальной активности. Но если рассматривать просто карту с позиции здоровья, здоровье у вас будет прекрасное. Для вас сентябрь месяц – это, знаете, вот, как открылся новый этап жизни, новый виток, новый толчок, новый глоток воздуха. Что ожидает вас с позиции личной жизни? Так, здесь у нас падает пятерка жезлов. Это, знаете, как бы, что бы ни случилось, перемелется мука будет. Все меняет ветер перемен. То есть вы не будете циклиться на происходящем в личной жизни, потому что вам не некогда будет. Работа, работа, еще раз работа. А, скажем так, если, например, у вас есть семья или отношения, я не говорю, что они для вас будут проходящие, либо незначимые. Скажем так, просто они по причине заработка отойдут на второй план. Если на текущий момент вы свободны, то карта тоже говорит, что вам просто будет не до личной жизни. У вас пойдет поток работы, поток финансов. Вы понимаете, что вы будете работать на благо, для достижения цели и благополучия. Кстати, здесь, если вы еще в паре, может быть, ситуация тяжелого труда для того, чтобы, ну, каким-то образом, либо впоследствии вложиться финансово в недвижимость, либо совместно приобрести какую-то недвижимость. Так как это все-таки, знаете, больше не дом, а как дачный участок. Это может быть, ну, не знаю, домик на природе, дача и так далее, да. То есть попытки приобрести, например, себе жилье совместное с вашей семьей, если все-таки вы в паре, да, где-нибудь, ну, какой-то вот приусадебный участок. И там выстраивается место для отдыха. Так, ну, из позиции совета давайте смотреть, что же у вас здесь. Мне даже здесь добавить ничего. Старшая аркан-императрица. Вам успех и удача благоволит во всем. Это ваш месяц. В этом месяце вы на коне. Вы хозяйка положения во всех аспектах, как материальном, так с позиции личной жизни, с позиции здоровья. Единственное, что по этой карте для некоторых, если для вас стоял вопрос материнства заводить ребенка, не заводить, да, вот осознанно, это удачный месяц. То есть судьба вам, фортуна вам благоволит. Если же смотреть на аркан в целом, смотрите, вот у него в жезле изумруд, камень мудрости. И сам по себе аркан советует, прописывайте все свои цели, желания на бумаге. Если необходимо, делайте плакат визуализации. Только прописав свои желания, планы на бумаге, вы сможете четко и планомерно, поэтапно их достигать. Потому что если нет у вас плана, бизнес-плана, расплысенного на бумаге, вы работаете, знаете, как говорю, в никуда. Когда у вас четко стоит план, расписанный поэтапно, помесячно, как хотите, да, вот смотря чего достигаете. Там, например, суммы, вложение в недвижимость. То есть у вас расписано все по цепочке, и вам легче будет этого достигать. Сейчас, как говорят арканы, у вас вся возможность для того, чтобы это реализовать. Я вам искренне в душе этого советую. Вот таким вышел Тараскоп на сентябрь 2018 года. Я буду вам крайне благодарна за обратную связь, которую вы будете оставлять в комментариях, как у вас месяц проиграется или не проиграется. Для тех, кто хочет получить индивидуальные консультации на платной основе, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. А я еще раз искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.